Владельцы павильонов на остановочных комплексах должны позаботиться о благоустройстве и чистоте территории. Такое поручение дал глава округа Вячеслав Жилин. Сотрудники управления архитектуры и градостроительства проверили, как выполняется наказ главы в районе проспекта Гагарина. Двухэтажное здание автобусной остановки МЖК на проспекте 30-летия Победы – пример образцово-показательного содержания собственности. Здесь приятно выйти из общественного транспорта и дождаться следующего рейса. Кроме того, в комплекс входит специализированный магазин и строительный офис. Предприниматель Кожов тоже в хорошем виде остановочный комплекс. Применены современные отделочные материалы. Всё красиво, всё подметено, всё вычищено. Ну вот предприниматель, любя свой город, пошёл на такие траты и сделал его из довольно-таки дорогих материалов. За чистотой и благоустройством остановочного комплекса следит и предприниматель Елена Стофиевская. Выходя из трамвая на остановке автовокзал, горожане могут передохнуть в тени, любоясь ухоженными цветами в клумбах. Уборка территории ведётся два раза в сутки. Однако проблемным остаётся вопрос очистки ливнёвки, находящейся под землёй вдоль комплекса. Специалисты Управления архитектуры взяли этот вопрос на заметку. Потому что там засорился, вода пристала через край. Но, как отмечают участники объезда, не все владельцы остановочных комплексов содержат его в таком хорошем состоянии. На протяжении двух лет в Управлении архитектуры и градостроительства пытались убедить владельца этого павильона Александру Юсупову привести его в порядок. Если поначалу помещение хотя бы подкрашивалось, то теперь вовсе стоит неухоженное. Этот торгово-остановочный комплекс находится на центральной улице города, проспект 30-летия Победы. И как бы были финансовые, есть финансовые возможности или отсутствуют, но должна ухаживать собственник всё-таки за этим помещением. Сейчас остановочный комплекс напротив гостиницы «Таганай» находится в аварийном состоянии. Он выставлен на продажу и ждёт более хозяйственного владельца.